Северный город Время мероприятия «Внимание! Пешеход!» сотрудники госавтоинспекции выявили нарушителей. Образование по-новому в Устилимске прошел конкурс профессионального мастерства «Педагогический импульс-2020». В Краевическом музее 15 февраля отметили День памяти воинов-интернационалистов. Масштабный турнир по КУДО состоялся в спортивном комплексе группы «Элим». В период с 10 по 16 февраля на территории города Устилимска и Устилимского района зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. О случаях с пострадавшими рассказала инспектор ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Алена Ещенко. 11 февраля около 20 часов в районе дома номер 17 по улице Карла Маркса водитель автомобиля «Хонда» совершила наезд на пешехода переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 64-летний пешеход получил незначительные травмы, осмотренные медработниками, в госпитализации не нуждается. 13 февраля около 20 часов в районе дома номер 58 по улице Братской 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение с встречным автомобилем «Хонда». В данном дорожно-транспортном происшествии оба водителя получили телесные повреждения, водитель отечественного автомобиля госпитализирован. По обоим фактам возбуждены административные расследования, проводятся правовые проверки, по результатам которых будут приняты решения. Горожане продолжают, употребив алкоголь, садиться за руль. За тот же период сотрудниками дорожными полицейскими задержано 9 пьяных водителей. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Он недавно уже был лишен прав за пьяную езду, однако это не стало ему уроком, и он вновь сел за руль под шофе. В этот раз ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Остальные будут лишены водительских удостоверений на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей. С 11 по 13 февраля сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Внимание пешеход», цель которого – уменьшить количество ДТП с участием пешеходов. По результатам двудневной работы инспекторским составом Устилимска выявлено 9 водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, и 22 пешехода, незаконно пересекающих проезжую часть. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Водителям за непредоставление преимущества пешеходу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Для пешеходов штрафные санкции составляют 500 рублей. Стоит отметить, что одному из пешеходов судом в дополнение за неправильное пересечение дороги назначен штраф в размере 800 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Мужчина был остановлен за нарушение правил дорожного движения, но отказался пройти в патрульный автомобиль для оформления материала. Таким образом, он нарушил статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и был доставлен в суд. Вам инспектор объяснял 10 минут, я вам вышел 5 минут объяснял. Что вы сделали? Что я сделал? Пошли куда-то. И что дальше? Я вам ехал. Все, я вам объяснил. Вам инспектор объяснял статья 19.3. Неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Не оказали? Не оказали. Федеральную силу к вам применили, вы оказали в сопротивлении. Все, машину вы сейчас посажены? Посажены. В отдел сейчас будете доставлены. Это адекватный человек. Да я вполне адекватный человек. Вы ведете себя неадекватно? Почему моя неадекватность? Потому что я с вами ехать не захотел. Я вам не говорил, я хотел присядьте. Составим протокол ценного отношения вас и пойдете дальше. Своими делами заниматься дальше. Если вы отказываетесь присаживаться, я сказал вам, то дает он статья 19.3. Помимо традиционной работы с нарушителями, автоинспекторы проводят профилактические занятия со школьниками. В поселке Неван дорожные полицейские рассказали юным пешеходам о пользе световозвращателей и даже изготовили вместе с ними несколько полезных брелоков. Подобные уроки проводят на постоянной основе во всех образовательных учреждениях города и района. Путем практических занятий изучают свойства, возможности и пользу световозвращателей. А изготовленные брелочки дети прикрепляют на свою одежду или рюкзаки. Дарят своим родным и близким, которые тоже являются пешеходами. В целях развития педагогической деятельности в Усть-Илимске часто проводятся тренинги, конкурсы профессионального мастерства «Круглые столы», где обсуждаются актуальные темы развития современного образования. Организатором очередного мероприятия выступила школа номер 8 имени Бусыгина. Педагогический конкурс «Импульс-2020» – это новая концепция в образовании и в конкурсном движении. В отличие от конкурса «Учитель года», конкурс педагогических команд направлен на формирование навыков 21 века у педагогов, которые так сегодня необходимы и востребованы. Это умение работать в команде, это критическое мышление, это креативность. И, наверное, невозможно сегодня выполнить задачи образования и научить детей быть новыми, креативными, мобильными, эффективными, если мы сами это не умеем делать. В конкурсе «Педагогический импульс», который прошел впервые в Усть-Илимске, приняли участие 11 команд учителей из 9 общеобразовательных учреждений города. Большое мероприятие было разделено на два этапа. Первый, заочный, включает в себя тестирование и теоретические испытания. Второй, внедрение и апробация методик, технологии и моделей, организация образовательного процесса. Мы постарались сделать так, чтобы наш конкурс был нужным. Это расширение пространства возможностей. Задача конкурса была минимизировать бумажную рутинную работу. Задача конкурса была в том, и остается, чтобы мы с вами почувствовали новый импульс, чтобы каждый нашел в себе силы, чтобы у нас расширилось пространство креативности. Вторая задача нашего конкурса – есть такое понятие в бизнесе, как фоновый тренинг. Вместе с тем, когда вы выполняли задания, обсуждали и работали в группах, вы точно проходили педагогический профессиональный тренинг. Вы получили так много за такое короткое время, вы настолько сможете это потом передать своим детям, что опыт, поверьте, абсолютно бесценный и креативный. Уже сегодня вы другие. Школа должна идти в ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстро меняющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно и творчески мыслить. Для этого нужен эффективный механизм постоянного обновления содержания общего образования. Мы уже знаем, что те задачи, которые Светлана Александровна поставила перед коллективом, перед вами, они выполнены. Вы уже очень интересно показали предыдущие дни. Я вас поздравляю с этим событием, успехов сегодня, ну и победит сильнейший. Путь любого учителя, стремящегося к педагогическому мастерству, начинается самообразование. И этот конкурс стал настоящим свежим глотком познаний для устилимцев. Пройдя множество испытаний, такие как разговор с логикой, командная работа с педагогическими этюдами, анализ урока и дебаты, высокопрофессиональное жюри, куда вошли представители управления образования, выбрало победителей. Так первое место заняла команда номер один восьмой школы. Второе разделили сборные учителей городской гимназии и школы номер 13 имени Янгеля. Третья группа педагогов девятой и восьмой школ. С чем мы их и поздравляем. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не исключать супругов из очереди в программе по улучшению жилищных условий молодых семей, которым во время ожидания исполнилось больше 35 лет. Согласно действующему законодательству, претендовать на социальные выплаты для приобретения жилья могут только супруги не старше этого возраста, что приводило к несправедливой ситуации, когда семья ждет в очереди несколько лет, а по достижении 36-ти люди теряют право на финансовую помощь. С целью восстановления социальной справедливости был принят федеральный закон о гарантиях прав молодых семей на жилище, согласно которому лица, ставшие участниками программы, сохраняют право на участие в ней до момента реализации ими права на жилище вне зависимости от их фактического возраста. Устелемцы с уважением относятся к ветеранам Афганистана. Именно поэтому каждый год 15 февраля они собираются воедино и чтят память погибшим, организуют митинги, проводят мероприятия, в которых принимают участие родные, близкие, друзья афганцев и просто патриотично настроенные люди, для которых война – не пустой звук. Так в минувшую субботу в стенах Кровеческого музея отметили 31-ю годовщину этой даты. Афганская война началась в 1979 году и стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу там прошли 620 тысяч солдат и офицеров советских войск. Там земля в огне пылает Но в горах кромешный ад Над ущельем смех гуляет Да стерлятники кружат Но займутся за на помощь Где добьется автомат Улетают птицы в полночь И летят, летят, летят Как странно Пререщат эти белые птицы Как будто не знают, куда возвратиться Летают над миром усталые птицы А сердцу так больно и снова не спится Мы вернулись Мы живые Будем вечно помнить их Кто остался в этом мире Грустной песней Живые И в который раз не спится Беспокойный миру тир А в окно стучатся птицы Птицы памяти о них Как странно Кричат эти белые птицы Как будто Не знают, куда возвратиться Летают Над миром усталые птицы А сердцу так больно и снова не спится Вечер памяти украсили творческие выступления коллектива Северный город Сотрудников полиции, учеников школ города и техникума Своими произведениями артисты окунули присутствующих гостей в военные события Ну про Афганистан говорить много не буду, потому что много сказано Я, наверное, представитель последнего, скажем так, призова крайнего, который мог попасть в Афганистан Я учился в институте, мне почему-то дали отсрочку на один год Я не знаю, я не просил, и когда я в декабре 1988 года попал в армию, в учебку Мы все стали писать письма с просьбой отправить нас в Афганистан Нам, естественно, отказали Выступил командир части, сказал, что не пишите больше никаких рапортов Вывод осуществляется, и в Афган больше никто не попадет И так оно и получилось, прошло три месяца Помню, сидим мы в казарме на табуретках, смотрим все организованно По телевизору идет служба Советского Союза, показывают, как по мосту едут наши ПТРы И помню слова командующего 40-го армии Громова, что за моей спиной не осталось ни одного солдата Помните, да, был такой? Вот, ну там, как сейчас историки говорят, что он ошибался Остались наши люди там, ну, это уже другая история Последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу 15 февраля 1989 года Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан И понятно, что день вывода войск из Афганистана – это и праздник афганцев-ветеранов И день памяти и скорби обо всех погибших войнах-интернационалистах Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров возвращение на родину стало настоящим праздником Все, кто имеет отношение к этой дате, в этот день испытывают двойственные чувства Радости от того, что закончилась война и горести, что не все товарищи живыми вернулись домой Сегодня в Устилимске и в районе проживает 72 воина-афганца Вы прошли такой страшный Афганистан, когда солнце, кажется, падло и сливалось с песком Но вы вышли И сейчас, как сказал комиссар, 25 лет с вами Черненькие, светленькие, кудрявые, как ванчугов раньше были А сейчас немного посидели Но дело в том, что не в этом дело, что летят года, как листочки календаря А то, что память, как набор в ваших сердцах, осталась навсегда И говорят о том, чтобы не повторилось вновь, надо никогда не забывать Ваше поколение – это то, что чеченцы, ваши сыновья прошли войну И первую, и вторую Но а вы взяли от себя, от своих родителей Это то, что была Великая Отечественная война Те душманы, с кем вы столкнулись, их учили с рождения Воевать и ненавидеть И вы, юные мальчишки, преодолели все И сейчас приятно смотреть на вас Что вы в действительности, как вам пожелали И говорят, что вы несете В действительности Это дружбу Это патриотизм И пока будет патриотизм в ваших сердцах Если мы не забываем, значит, этих войн никогда не будет В городе около 35 лет действует клуб воинов-интернационалистов «Паншер» Который объединил в своих рядах всех участников горячих точек Братство клуба выполняет важные задачи Занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи Активно участвует в общественной жизни города Множество пожеланий долголетий звучали в адрес героев Отдельно отметили юбиляров Вот они, наши орлы Которые молодые Всех вас поздравляют С 79 днями Здоровья, радости, счастья Господи, будьте самыми-самыми лучшими Мужчинами на свете Для своих матерей Для своих жен Для своих детей Для своих внуков Мы гордимся вас Любим вас Счастья, радости И с праздником Чтобы долго до 100 лет Ура, ура, ура На этой доброй ноте все присутствующие отправились на аллею памяти для возложения цветов и гирлянд Состарились солдаты и офицеры, потихоньку зажили раны Но только память о далекой афганской войне жива Истерить события тех лет не смогут ни годы, ни расстояния Алена Феоктистова, Сергей Белкин Информационная программа «Северный город» В выходные были полны мероприятий культуры и спорта В субботу прошел масштабный турнир по кудо среди местных и приезжих спортсменов В спорткомплексе группы «Лим» царила боевая атмосфера Соревнования приурочили сразу к трем праздникам Дню вывода войск из Афганистана И предстоящем Дню защитника Отечества И к 75-летию Великой Победы О количестве участников и ходе боевых единоборств расскажет наш корреспондент Ежегодный турнир по кудо очень популярен среди жителей при Ангаре Общее количество участников составило в этот раз 174 человека от 5 до 30 лет Из них 40 с лишним из Уссолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска Гостями спортмероприятия стали также первые лица Устилимска и ветераны войны, которые дали напутствие перед началом чемпионата Я хочу выразить огромную благодарность организаторам данного турнира Конечно, участникам данного турнира Из них, я надеюсь, вырастут настоящие вещи Война это очень плохо, но на войне побеждают сильные и смелые Они у нас наряда такие Поэтому, дорогие ребята, я желаю вам победы В первую очередь победы от Соборя Ну, а всем остальным мир на войне под головой здоровья Так торжественная часть подошла к концу И бойцы вновь вернулись на татаме, чтобы сражаться за победу Хочется отметить, что Кудо, как вид спорта, является самым безопасным Каждый поединок проводился с использованием специального защитного оборудования Шлема с пластиковым забралом, который защищает лицо спортсмена от получения различных травм А также легких накладок на руки и ноги Кудо, вообще в первую очередь, это все-таки защита и безопасность бойцов И вот я еще хотел бы пару слов сказать о том, что мы выиграли грант президентский Именно по теме Кудо – безопасный спорт И поэтому много что благодаря этому гранту мы приобрели защиту, например, для детей Татами, на котором они тренируются И вот наше участие, вообще участие в этом гранте Очень много дает не только нам, руководителям федерации Но и для детей, и для города Оснащение материально-технической базы помогло нашим землякам хорошо подготовиться к соревнованиям Показать все, чему их обучили опытные наставники От мала до велика были разделены по весу и возрасту Одна пара за другой выходила, чтобы продемонстрировать свою технику и силу, напористость и характер Нам очень нравится этот турнир По его атмосфере, организации, которую проводят местные руководители Да, с этими хорошими руководителями Наиль Муриславович Гарипов, Дмитрий Иванович Антипьев Который развивает Иркутское отделение Федерации Кудо-России С каждым годом становится все лучше Ребята подрастают, растут Становятся, показывают хорошие результаты Не только на своем уровне Также на Сибирском федеральном округе На всероссийских соревнованиях Каждая победа всегда является чьим-то поражением Нужно пройти сотни испытаний и трудностей Постараться не опустить руки и твердо следовать своей цели Спортсмены обрели еще больше уверенности в своих силах Приобщились к спортивному образу жизни Добились больших успехов над самими собой Лучших наградили грамотами, медалями и кубками Мы ведем постоянную работу, патриотическую Такую воспитательно-патриотическую работу С нашими детьми Потому что мы считаем, что должна быть все-таки связь поколения Чтобы они знали, благодаря кому наша страна живет и процветает Благодаря кому наши дети сами имеют право на учебу, на тренировки Чтобы они знали, помнили об этом Потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше И как бы наша федерация, мы же не одни Мы еще работаем с ветеранами вооруженных сил Мы работаем с ветеранами Великой Отечественной войны Сами участвуем во всех мероприятиях И дети, глядя на нас, в принципе, глядя на то, что мы им рассказываем В принципе, тоже как бы мы прививаем Пусть это как бы не высокопарно сказано Все это любовь к родине В Устилимске патриотическому воспитанию уделяется особое внимание Это процесс серьезный и ответственный От которого зависит будущее ребенка, семьи, нового поколения, страны и мира в целом Ветераны войны именно те люди, на которых мы равняемся С которых берем достойный пример Турнир, конечно, посвящен 23 февраля Дни защитника Отечества и вывода войск из Афганистана Конечно, это очень хорошо для нашего нынешнего поколения Ребятам, да, мы показываем, что нужно гордиться нашими, кто воевал Потому что нынешнее наше поколение не такое сейчас маленькое Но мы стараемся их направить в такое правильное русло Выстроить их, чтобы они росли настоящими мужчинами и защитниками Что можете пожелать нашему стремительному спортсмену, да и вообще, в принципе, нашей молодежи? Хочу пожелать нашей молодежи, чтобы они занимались, не сидели дома, да, где-то там в телефонах, не играли А чтобы приходили, занимались единоборствами, развивались И все тогда у них будет хорошо Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город» На сегодня это все Мы продолжим следить за развитием событий Всего доброго и до свидания Субтитры предоставил DimaTorzok